с виду симпатичная планета связь с планетой попробуем вызываю сэр никого скорее всего полнейшее молчание капитан не думаю что там кто-нибудь есть здесь ничего нет такого интересного надо наверное поговорить с нашим механиком во первых что нас кораблем узнать не звонили все по шутка и по куда она денется что-нибудь еще и оранжевенькую какую функцию выполнить обнаруживаю энергетические флуктуации внутри базы также имеется некоторое количество мусора что-нибудь еще капитан вилка сенсоры дальнего сканирования не регистрирует кораблей я в пор я в пор я в порядке все системы работают нормально и рекомендации от робота этот объект не числится в старконовских записях или каких-либо других базах данных сэр анализ структуры сооружения а также сканирование его внутренних площадей подтверждает 92 процента для тости того что это некое сооружение научно-исследовательского типа рекомендую послать разведывательный отряд для исследования этой станции капитан ну вот нам нужно идти не знаю вот этот товарищ с нами пойдет нет у него какая-то боевая прыть проснулась после того как мы в баре там пошумели так вообще подожди 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 ну подожди ну ладно я хотела поговорить с экипажем может быть они как-то захотят состоять в компанию если они выбежали сами значит вряд ли так баллон у нас ушел да значит если баллон все наверно нужно сходить взять еще и так думаю но могу ошибаться бой не ошибаться вообще в этой игре у меня получается такое в кавычках бурное повествование тут помогать немножко сюжет с другой стороны хочется что-то сказать что может быть и не стоит вот он наш баллон все теперь мы экипированные можем высаживаться на планету в поисках новых приключений давай да вот так вот не быстро мы перемещаемся 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 так запас кислорода маски гранича не надевая зря но ты что так собрался мы же вроде выяснили что там нет ой щас как телепорт нёмся может и ничего может а в принципе какие-то растения и скорее всего там есть кислород раз только не понятно там как сказать гуманоиды или люди работали если гуманоиды это не факт в общем что у нас что-то получится хорошие из моей затеи так поехали ну вот клиффи очень хорошо чинит справляется своими обязанностями не зря мы его спасли похоже роджер ты пережил сбой перетелепортации быстрее достань фотоаппарат в любой газете тебя отвалит большие бабки за эту фотографии так а что мы так прыгаем а муха это как бы похоже что твоя лучшая половина что-то уронил и это что-то очень похоже на твой видеофон нет мы не задохнулись с нами все намного лучше случилось этот мусорник ничем не отличается от сотен других обслуженных тобой за все время твоей выдающейся карьеры так можем говорить можем летать и можем смотреть что делает это оборудование тебе абсолютно неизвестно но ведь так бывает с подавляющим большинством вещей говорите и какого же ответ ты ждешь ну такого какой ужасный раздражающий звук странное растение при виде его мичурин бы свихнулся большой водопад шумно низвергается с большого купола на небольшой пруд внизу рукотворный водопад создадись приятную влажную атмосферу так на севере виднеется маленький водопадик питающий небольшую лужицу так 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 лужица что-нибудь есть полезное в этой лужице так мужчина муха мужчина муха мужчина т Так, Фло. Может мне кто-нибудь объяснить, что здесь, черт возьми, происходит? Почему я в таком состоянии? Фу, наивиди-ка вас, капитан. Спасибо за комплимент, родная. Пусть Клиффи спускается сюда сейчас же. Я сообщу ему о ваших неприятностях, сыр. Но телепортер опять слегка барахлит. Да ну, а я не заметил, черт побери. Капитан, спонсоры засекли... Ой, спонсоры... Сенсоры засекли большое подземное помещение к западу от вас. Почему бы вам не посмотреть, пока Клиффи налаживает телепортер? Посмотрю, посмотрю. Ну скажи Клиффи, чтобы он поторопился. Конец связи. Слева, говорите. Ну это вот-вот-вот-вот где-то, да? Похоже на обычную систему электронного замка с ключ-картой. Так. Ключ-карта. Что-то шевелится. Ага, один из поршней. Вот он. Так. Этот лучше что-нибудь дает? Нет. Ну в общем, эту схему, да, нужно запомнить. Видите там... Ключи. Пока, в общем, чтобы никого не утомлять, я это все зарисую дело. Такая схемка получается небольшая. Ну, будем надеяться, что я правильно тут понаползла. Так, раз, два, три, четыре. Ну и здесь вроде бы, да, все правильно. Полетели. Скорее всего, это какая-то исследовательская лаборатория генетики. Сложный агрегат, экспериментальное оборудование. Клетки с образцами странных существ заполняют с собой эту комнату. Банки с гротескными образцами того, как иногда извращаются генетики, и украшают собой стены. Ну, почему с собой-то? Они не с собой, они то, что делают. Клетки для образцов... Так, подождите. Клетка для образцов пуста. Из этой клетки доносится слабый свист и урчание. Что-то угрюмое, чуть более тусклое, чем окружающие его тени, маячут у задней стенки этой клетки. Ну-ка, полетели. Главное, чтобы нас никто здесь не съел. Опасно процесс аварийной изоляции. Мы творцы всему отцы. Генетикс. Ага. Да, такие творцы. Наверное, давайте с самого начала посмотрим. Система. Схема. Один, два, три. Так. Экокупол. Связь отсутствует. Так. Экокупол два, связь отсутствует. Экокупол три. Функционирует. Аварийное питание, вспомогательные системы. Центровой нет, ничего не работает. Не-не-не, подожди, 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 какой улет. Мы еще не досмотрели, погоди. Работа систем. Так. 1821. Это время, да? 20. А-а-а, так это время, наверное. Я что-то думала, что это годы. Включена станция какая-то. В систему вошел пользователь 453 через станцию OU. Наверное, B или T8. Наверное, 812. Проект Космо Курица Три Курятник Рока запущен в изготовлении. Проект Космо Курица Три Курятник Рока завершен. То есть это вообще какой-то... Система вышел пользователь 453 станции. Тревога третьей степени. Ошибка комсвязи. Выключение тревоги третьей степени. Допуск 453 подтвержден. Мне кажется, здесь вот так надо было. Ну ладно. Кому интересно, тот обязательно познакомится. Хотя, с другой стороны, здесь запущено, здесь завершен. Да нет, должно быть тогда наоборот. Включена станция. Так, вперед. Тревога первой степени, альфа-вторжение. Включена система пожаротушения. Шлюзовый отсек. Нарушение структурной целности. Купол один раз герметизирован. Общий сбой. Главный компьютер уничтожен. Включена аварийная сеть. Включена аварийная компьютерная система. Сбой питания. Включено аварийное питание. Ну, ползи. Аварийная эвакуация. Покинуть станцию. Допуск 159 подтвержден. Включена программа свертывания. Купол 1. Законсервирован купол 1. Включена программа свертывания купола 2. Купол 1 отстрелен и детонирован. Временно законсервирован купол 2. Включена программа свертывания купола 3. Так, кто-то, в общем... Да подожди, что ты, что и улетаешь. Ну, Муха, садись. Кстати, тоже замечательный фильм. Фантастический. В детстве его смотрела. И до сих пор под впечатлением недавно пересматривала. И он меня также все еще удивил. Хорошая игра артистов. Да уйди ты. Что-то у меня то ли с руками, то ли с мышкой. Как-то я косю. Иди сюда. Моя мушка в красном кителе. Ну? Так. Купола, в общем, свернули. Завершение программы свертывания. Купол 2 отстрелян, детонирован. Так. Прервана программа свертывания допуска. 999 подтвержден. Остановлено питание. Выключено аварийное питание. Включена программа отстрелян купол 3. Временно законсервирован купол 3. Купол 3 отстрелян. Система остановлена. Ну, в общем, это, конечно, просто событийная какая-то цепь. Которая как-то, мне кажется, практически ничего не дает нам. Бактериальный бульон. Список проектов генетикса. Изучение возможности использования бактерий в формировании сред обитания и их колонизации. Понятно, для чего это нужно было. Но кто-то использовал это как бактериологическое, получается, оружие. Цель проекта создать высокоадаптабельную и легко и быстро размножающуюся метабактерию для формирования сред обитания на непригодных для человека планетах. Описание. Бактерия послужит базой для искусственной питательной цепи на отдельных планетах. Синтезируя сложные протеины как побочный продукт жизнедеятельности, говоря, ненаучным языком, бактерии будут поедать отраву, вырабатывая воду, кислород, углекислоту и производя органику, которой смогут питаться другие, привнесенные из вне организма. В общем, метабактерия создат живой питательный бактериальный бульон. Предварительные итоги. После трех месяцев предварительного отбора культуры по имени Cassius Wilux проявила наиболее многообещающие результаты. Специфика генетического кода и изумительная скорость размножения делают эту бактерию идеальным кандидатом для наших целей. Знаете, я даже запишу, что это может быть какая-то настоящая бактерия. Мне всегда вот интересно, когда в играх даются какие-то отсылочки к чему-нибудь. Это всегда повод посмотреть и с ним познакомиться. Ну, муха, ползи. В предварительных экспериментах Cassius Wilux будет подвергнута облучению жестокой радиации, чтобы подтвердить приспосабливимость. Чашка Петри скульптурой, помещенная перед дисплеем, будет таким образом подвергнута воздействию смертельного излучения сходного с природным на необитаемых планетах класса D. Позже опыт будет повторен с использованием мини-опасного излучения гамма-лучей. Научный дневник. Дата 3234-22. Начальный результат опытов с бактерией весьма водоушевляющей. Бактерия живет в неблагоприятных условиях, пока не истощаются источники пищи. Мы идем по правильному пути. Скоро появятся первые настоящие метабактерии. Некоторые образцы выявили нежелательные геномы. После успешных опытов будут предприняты меры, чтобы загнать эти черты в рецессивные гены, не уничтожая всей популяции. Научный дневник. Дата 3237-12. Я уверен, что мы обнаружили и удалили все остающиеся нежелательные генетические черты бактерии. В следующем опыте мы поместим живых мышей в искусственную среду, созданную бактерией мета-кассиос. Некоторые образцы подверглись тератогеническим побочным эффектам. В результате поедания массы бактериального бульона подопытные мыши превратились в слизистых, зловонных, агрессивных мета-грызунов с изломанной наследственностью. Очевидно, что мета-кассиос заразила ДНК подобно вирусу. Это беспрецедентное событие, начатое изучение. Научный дневник. Дата 3252.06. Эксперимент продвигается крайне неважно. Подопытные животные начали дико мутировать. Физиология этих существ однозначно не является физиологией грызунов. Мета-грызуны напоминают огромных амеб с лапами и зубами. Единственное, что как-то влияет на мутантов, почти убивая их, это низкие температуры. При температурах ниже минус 200 градусов по Цельсию, клеточные мутации резко затормаживаются. Вопрос, где же мы ошиблись? Так, где угодно на самом деле. Это как в физике. Теоретическая часть и практически всегда расходятся. Научный дневник. Дата 3263.11. Сегодня одна мета-мышь укусила и инфицировала лаборанта. Мы погрузили его в холодный сон, а на белую, чтобы замедлить развитие болезни. Но я боюсь, что если мы не найдем эффективного лекарства, шансы на его выживание равны нулю опыта. Отменены и запланированы скорейшему свертыванию. Что же мне теперь делать? Все мои склады забиты бульоном. Куда его девать? Элэс Лидзе. Какой-то ученый. Итак, куда его девать? Вот куда хочешь. Я почему-то думаю, что это не коварно ученое. Просто кто-то пролез. И разворошил всю эту систему. Так, это бухгалтерия. О, Расмус Т-Квирк. Скази Винчестеры. И БМ. Я знаю, что только источник безперепойного питания. Но тут ИБМ не знаю. Минго. Космокурица 3. Цереберус. МК. Модем. Сканер. Контроллер. Мотороллера. Рэмус Т-Квирк. Взятка. Понятно. Взятка. Взятка. Керонское шампунское шампанское. А нет, наверное, раз анализы. Троллеж 3. Жидкий азот. Мадам Зорба. Не знаю, кто это. Консультация. Так, мечта хакера. Ну, в общем, здесь разные-разные вещи. Себе он купил только лично через протез. И взятки к Квирку. Остальное все, в общем, было потрачено на лабораторию по делу. А, еще трансформатор вот какой-то. Холодильник. Так, водяное кресло. Так. И, в общем, все на этом. Улетаем. Здесь вот есть еще такая вещичка. Которую я не сразу увидела. Но она есть. Вот, видите, появляется меню охраны. Вот этот мухачелл у помойки. Камера 2. Это место нашего прибытия. Здесь вроде бы все без изменений. А, вот и наши сотоварищи. Давно пора было починить этот поганый телепортер. Ну, теперь я Клиффи замучу. Я его погоняю по Эврике. Все. Они тебя не слышат. Ну, они не слышат. А мы-то можем что-нибудь сказать о них. Лицеприятное. Пока мы здесь. Ну, а Клиффи он так. Немножечко поругал. Все. Полетели отсюда. На выход. Впрочем, этот капитан не изменяет своим правилам. И где-то тоже заходит с определенной ноги, с определенного крыла. Щелк. А не просто по прямой дороге, что обычно короче всего. Так. Что ж такое? Клиффи, я, конечно, могу ошибаться, но у меня есть смутное ощущение, что телепортера не в порядке. А что именно с телепортером, сэр? Да посмотри, что на меня толком. Я муха. Правильно, вы муха. А где и все остальное? Я думаю, я, то есть он, то есть она, короче, она залезла в мусорник там, сзади. Так, я почти уверена, что смогу вас починить. Ну, где мусорка? По-моему, там, за той большой скалой. Веди нас, Сусанин. Извините, капитан, я проведу осмотр периметра купола. А вот оно, ваше тело, шеф. Ммм, кое-кто мог бы сказать, что вы никогда не выглядели лучше. Я намоела. Сейчас склепаю, шеф. Я только реверсирую фазовую полярность интерфейсной сетки и дерну за веревочку. Вы только присядьте на эту старую навозницу, я вас сейчас распутаю. Угу, присели. Сейчас, сейчас, заводи. Надо было какие-нибудь интересные варианты придумать там. Ох, капитан, как я рада, что вы опять в норме. Прям неописуемо. Вот здорово, а? Ха-ха, какой вы были смешной. Прям не могу. Клиффи, кажется, очень рад, что ты опять в норме. Только чё это он вдруг стал заикаться? Это не смешно, Клиффорд. Простите, сэр, как вы себя чувствуете? Если не считать, что меня почему-то тянет прыгнуть в кучу навоза и поваляться, у меня всё в порядке. Ха-ха, что-то здесь спрятали эти ребята из генетикса. Да-то и половину не видела. Я пролетел сквозь замочный механизм, нашёл целую подземную лабораторию за дверью. Конечно, я немногое мог сделать, пока был мухой. Ну, короче, там горы всякой техники, аппаратуры, штучки-дрючки и всё суперсовременное. Слишком поздно ты осознаёшь, что сказать горы техники Клиффи всё равно, что показать картавящего интеллигента члена общества память. Голодный блеск загорается в Клиффи на глазах. Правда? Тогда пошли и посмотрим ближе на этот замок. Так, замок шеф, знаете, может найдём что-нибудь, что нам поможет против мудантов. Значит, я вас жду у входа, я пошёл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok